Всем привет! Меня зовут Аня и я очень-очень рада поприветствовать вас на своем канале Plants&Me. Это канал о комнатных растениях. Но сегодня разговор пойдет не о моих растениях, а о растениях ботанического сада, который находится в городе Хельсинки, Финляндия. Вот так выглядит входная группа, скажем так. И сейчас мы с вами проследуем внутрь. Здесь несколько залов. Вот собственно схема. Есть схема на русском языке, где вы можете найти всю информацию, сориентироваться. Ну что, пойдемте посмотрим, что нас ждет. Самый первый зал, такой вот, ну достаточно крупный, я считаю, это зал с пальмами, если не ошибаюсь. Но сейчас мы все прочитаем, потому что в каждом зале на стене размещены вот такие вот плакаты, таблички с информацией. Информация дана на финском, шведском и английском языках. Что меня очень порадовало, в ботанический сад можно прийти без экскурсии. То есть вы можете сами свободно, спокойно перемещаться по всем оранжереям. Также, если вы купили билет, вы можете прийти в оранжерею, походить там. Если вам захотелось выйти, подышать свежим воздухом, не знаю, выпить кофе, вы можете выйти. И после этого снова вернуться в пространство, в помещение. Пожалуй, одно из самых интересных деревьев для меня здесь это какао-дерево. Я просто, как человек северный, конечно же, никогда вживую не видела, как растет какао. И я не думала, что вот эти вот соцветия, плоды, они формируются не на ветвях, а прямо на стволе дерева. Вот так это выглядит. Сначала они цветут, и затем формируются вот такие вот плоды. Очень даже, по-моему, интересно. Нам повезло с погодой. Было очень солнечно, потому что буквально через день погода испортилась. Стало совсем холодно, и небо было затянуто уже тучами. И, конечно, эффект был бы совсем другой, если бы я снимала это видео в пасмурную погоду. Тут какие-то колотеи растут. Колотея-медальон, всем известная, дома много у кого растет, встречается. А тут она, можно сказать, практически в дикой природе. Еще какая-то колотея. Такая вот тоже интересная пальма. У нее довольно-таки широкие раскидистые листья, и они как будто бы гофрированные. Также в некоторых залах встречаются вот такие вот ниши. Где-то они покрашены, где-то они просто белого цвета, и в них какие-то встречаются статуи. Такие античные мотивы. Кстати, ботанический сад был основан в 1889 году. То есть все-таки здесь ощущается дыхание времени, потому что если Хельсинки сам по себе довольно такой современный, модерновый, можно сказать, город, то вот ботанический сад, он немножечко так особняком здесь стоит, мне кажется. Такие вот статуи украшают пространство. Ну что, пойдемте посмотрим некоторые растения поближе. Растения подписаны, кстати, очень удобно. Я, конечно, не смогу показать вам каждую табличку каждое растение, потому что их здесь очень много. Но кое на чем внимание мое будет задерживаться, и вы можете при желании прочитать, узнать, что это за растение. Здесь бромелевые растут, я так понимаю, коряга с какими-то вот такими небольшими растеницами. Да, и на табличках, получается, написано, как семейство, наверное, как это правильно называется, само растение. Его название на латыни, и еще и место произрастания зачастую тоже указано. Тилантии разные, вот как раз-таки тут на дереве приставлены. А наверху такой раскидистый, большой, прям очень крупный платицериум. Очень здорово он выглядит здесь. Видно, что ему здесь прям комфортно живется. Это все тоже бромелиевые. На мой взгляд, они так хищно смотрятся, такая у них пестрая окраска листьев. Интересный такой филадендрон, как будто он то ли вкрапингу с какими-то зелеными, такими темно-зелеными вкраплениями, светлые листья. Вот тут даже написано, что, как называются его родители. Тилансия очень такая длинная, и тилансий здесь много. Вот конкретно вот этих мы еще увидим впоследствии. Но очень же они большие, прям вообще. Очень длинные. Много света, но, конечно же, это, я считаю, везение, что день выдался таким солнечным и погожим. А лаказия, конечно же, я не смогла пройти мимо. Не очень понимаю, что за разновидность. Но такие довольно вытянутые листики. Не то, чтобы она какая-то прям очень утонченная, какая-то изысканная, не знаю. Но выглядит хорошо. Вид у нее такой вполне себе здоровый. Многие растения посажены в керамику. Есть вот такие вот темно-серого цвета горшки. Я так понимаю, это тоже какая-то керамика. В общем, выглядит все достаточно ухоженным. При этом нет какого-то прям такого лоска и стерильности, не знаю. Но все очень аккуратненько. Вот какой-то филодендрон просто зеленолистный. И у него даже, ну, нет, я так понимаю, какого-то подвида, там, специального, вернее, названия какого-то сорта. Просто филодендрон. Таким кустом он растет, интересно. Вроде и не стелящийся, и не карабкается по какому-то, там, не знаю, дереву, как по опоре. Таким именно кустом растет. Всяческие деревья, пальмы, чего только нет. Еще здесь есть практически везде либо скамейки, либо можно найти стулья, вот столик, как, например, в этом зале. Единственное, что все стулья влажные, из-за того, что в помещении специально поддерживается довольно высокий уровень влажности. Вот, например, вы можете видеть такой небольшой фонтанчик. Вот они, пальмы, всякие высоченные. Интересно, конечно, поскольку им лет. Это мединила, причем довольно она здесь крупная. То есть это не маленький кустик, а уже прям довольно большой. Даже такие уже одеревеневшие вот эти вот створики. И я так понимаю, что она недавно отцвела, и завязались вот такие вот какие-то маленькие ягодки, как будто бы. Я никогда не видела. Я видела, как она цветет, мединила, но что получается после цветения, я никогда не видела. И тут вот впервые. Очень интересно тоже смотрится. Такие изящные, тоненькие, розовые какие-то ягодки. Еще какое-то забавное растение. Что-то вроде знакомое, но я не знаю, как оно называется. Можете, кстати, написать в комментариях, если знаете. Очень у него смешные цветы. Такие они прям мохнатые-мохнатые. Такого персикового какого-то цвета. Мне еще вот эти листья приглянулись. Вот этого растения. Мне они напоминают шкуру какого-то, не знаю, животного. Какого-то крокодила, может быть. Очень надеюсь, что вам, в принципе, понравится эта прогулка. Где-то она может быть такая немного неспешная. Но мне хотелось, чтобы вы получили возможность практически пройтись по вот этим дорожкам вместе со мной. Прогуляться. Поэтому пишите в комментариях, удалось ли мне передать вот это ощущение. Понравилось ли вам, нравится ли вам как раз-таки вот такая неспешная прогулка. Мне хотелось максимально полно осветить всю вот эту коллекцию. Интересная такая витая лестница металлическая с деревянными перилами. И на ней поставлены вот так вот антуриумы в керамических горшках. Ну, вроде совершенно простое такое решение. Совершенно-таки обычные антуриумы. Но смотрится это симпатично. И снова Тиланси. Тиланси очень длинные, просто огромные. Посмотрите, целый Тилансиевый лес. Пройдемте в следующий зал. Это какая-то комната дождевого леса. Что-то такое. Сейчас мы с вами все увидим. Это уже высокий потолок. Высокие растения уже крупные. И очередная табличка. Тоже можно почитать. Даже есть карта, на которой показано, в каких частях нашей планеты произрастают конкретно вот эти растения. Очень познавательные, я считаю. Если вы интересуетесь географией и, не знаю, да, наверное, скорее это география, биология, то как раз-таки, думаю, вам интересно должно быть. Какое-то такое необычное растение, не знаю, что это, с такими плодами, как будто бы, как розовые такие маленькие ягоды. Очень, конечно, солнечно было. Просто роскошный день по погоде. Просто очень хорош. Кофе здесь растет. Прям несколько сортов. Вот это дерево прям крупное. Вот вы можете видеть плоды и ягодки уже завязались. Кофейные вот эти вот зерна. Зерна, ягоды, не знаю, как их правильно назвать. Очень такое высокое уже дерево, крупное. Но кофе, мне кажется, если уж выросло, то потом его сложно в развитии остановить. Поэтому наверняка его подрезают. Это дерево. Еще какое-то растение, такие как паучки у него соцветия. Такие какие-то лопухи. Много всяких разновидностей, вот, произрастает в тропической Африке. Вот это растение мне приглянулось. Такие у него, не знаю, как ящерки, как будто бы пятнистые листья. И вот это дерево прям меня впечатлило, если честно. Оно даже немножко жутковато выглядит. Вот такие у него прям длинные-длинные узкие листья с зазубринками. Ну и самое интересное, это вот как опоясывающий ствол, вот такие вот, я не знаю, как вееры, что ли. Немножко такие одеревеневшие стволы. Очень тоже интересно выглядит. Следующий зал называется, по-моему, зал то ли африканских фиалок, что-то такое. Но вот первое растение, которое нас встречает, это диаскорея. Диаскорея же каудексная. Пишите, друзья, в комментариях, а то я уже начала забывать. По-моему, диаскорея это каудексное растение. То есть у него такой прям как картошина клубень в основании. И потом выдает вот такие вот листики. Фиалки в таких плоских низких горшках в озонах. Очень такие они здесь пушистые. Много-много листьев на них. И какое-то вот такое растение. Я ничего не помню уже. Не помню, как называется. Потому что растений много. И у него такие вот цветы желто-красные. Как будто бы, не знаю, маленькие попугаи какие-то спрятались в его листьях. Тоже пишите, если знаете, как называется. Думаю, всем будет интересно почитать. Ну и такие вот нежно-фиолетовые, даже я бы сказала, нежно-сиреневого цвета маленькие цветочки. Ну что, пойдемте дальше. Это у нас саванны здесь представлены. Сразу скажу, это, вероятно, не самая интересная комната, не самый интересный зал. Поэтому я его так совсем обзорно показываю. Но, друзья, у нас впереди еще много интересного. И есть прям роскошное совершенно. Нас ждут, я считаю, открытия на пути. Поэтому не выключайте. Продолжайте смотреть. Так, в зале с саваннами тоже такая ниша представлена. Но вместо античной дамы здесь, или богини, здесь вот такой вот странный жираф. И есть носорог. Ну, саванна же. Такое вот немножко сюрреалистичное решение. Но выглядит забавно. Пожалуй, самое интересное в этом зале, на мой взгляд, это сансевьерии. Они здесь просто, ну, очень большие. Это просто какие-то жирные, высокие кусты. Я так понимаю, вот сансевьерия в природе выглядит, наверное, как-то вот так. Это похоже на Массониано, но тут какое-то другое было название написано. Вот, еще разок со стороны, другой ракурс. Ракурс только посмотрите. Это прям, ну, целые заросли. А мы дома у себя по маленькому такому растенницу выращиваем. А тут, оказывается, вот такое в природе встречается. Небольшой такой зал сквозной. Даже, не знаю, зальчик совсем крошечный. Здесь несколько каких-то деревьев растет. Красивые тоже листья, форма. И с другой стороны вам покажу. Очень красиво, конечно, смотрится, когда много стекла, света. Даже двери такие застекленные. Какие-то тени падают. Вот, за счет того, что солнечная погода. Вот, еще разок покажу вам полюбоваться. По-моему, очень приятная атмосфера. Здесь нас ждут всякие пустынные растения. Всякие кактусы и суккуленты в этом зале. Вот вы можете видеть уже агавы и всякие-всякие прочие другие растения. Суккуленты, кстати, досвечиваются постоянно. Несмотря на то, что погода солнечная, все-таки Финляндия страна северная. Поэтому там досветка, я так понимаю, практически всегда включена. Или, возможно, даже всегда. Вот такое интересное растение. Это фотография, как это выглядит в природе. Мне, кстати, очень даже напомнило картину Верещагина по феос войны. Ну, вот у меня такие ассоциации. Здесь, конечно, совсем небольшое растение, суккулент. Но в природе выглядит вот так. Агавы. Да, друзья, я, кстати, хочу предупредить. Вот вы, наверное, обратили внимание на вот это мерцание. Дело в том, что работает подсветка. И моя несовершенная камера, она только таким образом снимает. И поэтому, если вам вдруг очень сильно мешает это мерцание вашему глазу, это неприятно, то вы можете буквально на пару минут промотать видео. Но если вы готовы какой-то небольшой дискомфорт потерпеть и посмотреть на растение, то, конечно, оставайтесь. К сожалению, мне не удалось никак устранить эту проблему. Я пока не такой большой специалист в вопросах съемок и монтажа корректировки. Такое интересное вот растение. Мне очень понравилось. Выглядит как будто бы, я не знаю, какие-то драконьи хвосты или какие-то змеи. В общем, эффектно выглядит. Тут вот что-то цветет. И, по-моему, мне очень приятно пахнет цветок конкретно вот этого суккулента. Крестовник всем нам известный. Ну и такая жирненькая высокая эуфорбия. Ну и напоследок еще вот такой какой-то суккулент интересный. Он как будто бы стелется по поверхности и выпускает вот такие соцветия. Так, здесь у нас помещение с... Это Южная Африка и Австралия. Посмотрим, что произрастает в этих краях. Пожалуй, из самого такого любопытного, друзья, сейчас вы увидите. Это, конечно же, в этом зале меня впечатлила стрелиция. Это еще не она, а вот это уже стрелиция. Потому что она цвела. И я впервые в своей жизни увидела живьем, как цветет стрелится. Это уже такие увядающие растения. Но мы с вами еще поближе рассмотрим самый цвет, что называется. Вот так они выглядят, эти цветы. Очень, конечно, впечатляет, если честно. Потому что смотришь и думаешь, как вообще такое может существовать в природе. Выглядит как будто бы это искусственное, какое-то пластиковое, может быть, даже растение. Но нет, это живой цветок, живое растение. Вот еще один бутон, который, вероятно, совсем скоро распустится. Вообще, со стороны эти цветы стрелиции смотрятся, как какие-то диковинные птицы, которые просто притаились в зарослях стрелиции. Очень красиво, интересно. Так, здесь у нас будет зал с островными растениями. Очередная табличка с информацией. Тоже, если у вас есть желание, можете приостановить видео, почитать, посмотреть. Может быть, что-то перевести, если интересно. Роукари. И здесь есть вот такие вот интересные тоже, я не знаю, что это за растения. Такие красивые, яркие такие цветы. Я прям представляю, вспоминаю себе картины Гогена и, не знаю, вот этих вот девушек, которые украшают свои прически на островах такими яркими цветами. Это, по-моему, Пелея, такая мелколистная. Тоже ее здесь прям большие заросли и выглядит, ну, прям здорово. Никогда не думала, что может так выглядеть. Вот эти белые цветочки практически уже полностью завяли. Но при желании можно все-таки еще найти тех, которые сохраняют свежесть. Вот это растение мне очень понравилось. Такое, оно интересное, какое-то зеленое. Елка, не елка. Ну, что такое пушистое, игольчатое, забавное. А на этом растении, на серебристых листиках очень красиво смотрятся капельки воды. Ну, и так немножко цветочков бонусом. Очень крупная тоже стрелиция. Только посмотрите, мне кажется, тут прям она достигает, наверное, метров 4-5. Ну, прям, действительно очень высокая. Периодически в оранжереях устраивается вот такой вот дождь для растений. И это интересно так, интересно застать, особенно, когда светит солнце, прям красиво выглядит. Друзья, а теперь самый, на мой взгляд, красивый вообще зал в этих оранжереях. Вы только посмотрите. Это такая застекленная ротонда, по сути. Такая, как, не знаю, большая беседка застекленная. И в центре бассейн с вот такими огромнейшими, просто, не знаю, гигантскими листьями кувшинок. Уж не знаю, как они цветут. Даже любопытно, как это выглядит. Но главное, конечно, листья. Вы только посмотрите. Там есть информация о том, что такой лист способен выдержать двоих человек, ну, если грамотно распределить вес по поверхности вот такого листа. Сложно себе представить, но говорят, что это действительно так. Со всех сторон вам покажу эти листья, эти кувшинки, потому что они, конечно, очень здорово выглядят. Тут еще всякие какие-то цветущие растения, что-то плодоносит. Вот, я не знаю, что-то похожее на кабачок очень меня испугало, потому что я не заметила этот плод и задела его головой. Потом только увидела, что же это было. Это, если я не ошибаюсь, пассифлора. Цветет очень красивый какой-то такой карминный цвет. Красивый оттенок. Да, совершенно верно, это пассифлора. И еще немножко этих гигантских листьев. Очень красиво, конечно, смотрится. Не знаю, что это за растение. Похоже на хлопок, но, может быть, это тоже какая-то разновидность пассифлоры. Пишите в комментариях, если знаете. Но мне вот понравились эти, не знаю, плоды, соцветия, цветы. Такие похожие на какую-то вату просто. Такими белыми шариками висят. Есть также вот эти растения-хищники. Причем это не самый крупный экземпляр. У меня там проблемы немножко со съемкой случились. К сожалению, не записалось видео. Но, поверьте на слово, здесь есть растения-хищники, у которых сапожки достигают, наверное, 15-20 сантиметров. Длину прям очень крупные. Не знаю, ни одно насекомое мимо не пройдет. Это аллоказия макрориза. Видно, что ей здесь очень хорошо. Большим таким пышным кустом она растет. Никакого ни желтого пятнышка, ни подсушенного кончика с такой влажностью. То есть она прям практически, не знаю, в воде как будто бы растет. А вот это вот белое насыпано на листе. Я точно не знаю, но мне кажется, что это какое-то средство или от вредителей, или для того, чтобы выманить вредителей и как-то потом от этих вредителей избавиться. Напишите в комментариях, если вы знаете, для чего посыпают листья вот такой, как будто бы стружкой мелкой. Очень красивый зал. И еще немножко полюбоваться им. Ну что, друзья, на этом все, что связано с внутренним помещением, с оранжереями. И напоследок я вам тут еще несколько покажу таких, может быть, видов ботанического сада снаружи. Наверное, здесь очень красиво весной и летом, когда есть цветы какие-то, просыпается природа. Но и осенние краски тоже очень даже украшают. И здесь еще живут какие-то птички. Не знаю, но это точно не утки. Так как какие-то другие птицы тут прям пасутся, гуляют. Красивый такой, похож на банан, на красный банан какое-то растение. Я очень надеюсь, что вам понравилась эта прогулка. Поэтому пишите в комментариях. Жду с нетерпением ваших отзывов. Очень надеюсь на то, что прогуливаясь вместе со мной, может быть, вы немножко отвлеклись. Здесь как-то это видео помогло вам чуть-чуть развеяться, скажем так. Такое, кстати, вот красивое здание тоже прям рядом с ботаническим садом. Ну что, друзья, я на этом буду уже с вами прощаться. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. Буду стараться выпускать видео. И желаю всем мира, хорошего настроения, сил и пока-пока.